Соглашение между Объединенной Вестеринской Корпорацией и Республикой Татарстан это базовый документ, который закладывает институциональные основы нашего сотрудничества. Направления этого сотрудничества вам хорошо известны. Я бы хотел еще раз напомнить, что первое и главное сейчас это проект восстановления производства самолетов Ту-160 на Казанском авиационном заводе. Это колоссальный проект, которого на наш взгляд не было в истории, постсоветской истории российской авиапромы. Причем касается это не только количества ресурсов, которые необходимо в этот проект привлечь, но и тех технологических вызов, с которыми мы сталкиваемся сейчас в восстановленное производство, прерванное 22 года назад. Это, конечно, большая задача, с которой Объединенная Вестеринская Корпорация может справиться только при активной поддержке всех. И в первую очередь мы очень рассчитываем на помощь республике. Мы эту помощь видим, мы эту помощь чувствуем. То соглашение, которое сейчас состоялось, оно в первую очередь посвящено этому. Поэтому мы очень благодарны Рустаму Нургалеевичу, коллегам, за ту работу, которая предшествовала принятию решения о восстановлении производства, за ту работу, которая уже была проведена в период после того, как президентом было принято решение восстановить производство самолета Ту-160. Ну и, конечно, перед нами стоят огромные задачи. В этом смысле мы нацелены на командную работу для решения общих задач. Проект планируется как проект широкой кооперации, причем не только кооперации Веновы и Строительные Корпорации, но и всех предприятий российской авиапрома, двигателестроения, приборы, агрегатостроения. Я, к сожалению, отдельные детали этой кооперации донести до вас не могу. Могу только сказать, что действительно сейчас в разработке модернизированной версии стратегического моббортировщика и в его производственной кооперации участвуют все лучшие предприятия российского авиапрома. И, несмотря на то, что, конечно, финальная сборка и значительная часть самолета будет производиться и собираться, испытываться здесь, тем не менее все предприятия фактически стороны принимают в этом участие. Модернизация завода как проект уже началась. 2016 год – это год, когда мы по четырем проектам заканчиваем проектирование, получаем заключение госэкспертизы, начинаем непосредственно сами мероприятия по модернизации технического перевооружения. Одна из целей, которую мы, надеюсь, достигнем в реализации этого проекта – мы получим новый авиационный завод другого технологического уровня с другими технологическими возможностями и в интересах самолетов, и в интересах других авиационных программ, которые завод осуществляет. Поэтому программа технического перевооружения амбициозна, масштабна. К сожалению, наверное, она следствием является, что она крайне капиталоемкая. Но мне кажется, что Казанский авиационный завод в советское время, являясь флагманом авиастроения, в этом смысле за эти годы, к сожалению, в силу разных причин, не имея возможности обновлять основные фонды и по ряду позиций, утратив возможности на высоком технологическом уровне производить продукцию, сейчас достоин того, чтобы на него обратили внимание. И вот эти вот средства, которые сейчас планируются к вложению в техническое перевооружение Казанского авиационного завода, они, конечно, пойдут на то, чтобы завод превратить в другой завод на рубеже, вот мы об этом говорим, там, 2018-2019 года. Работают параллельно по несколькому направлению, это касается и механо-сборочного, и закодовительного штамповочного производства, и в целом строительно-монтажных работ по приведению завода в порядок, поэтому очень надеемся, что за эти годы мы сможем получить другое качество.